Книга «Открытым оком». Том 8. Тема «Вера». Вопрос 2164. «Всегда ли тихо и кротко отвечали на допросах мучителям, схваченные ими христиане?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «У вас совершенно неверное понятие о христианах, что они никогда и нигде грубого слова не скажут и никого не оскорбят. За себя, да, они тут готовы все перенести. А вот когда дело доходит до защиты веры, учений Христа, тут они выступали с таким жаром и находили такой словарный запас, что тогдашним прокурорам приходилось только беззвучно ртом воздух хватать. Апостол Павел сказал Волхву. Деяние, 13 глава, 10 стих. «Ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Кадрат. День памяти, 10 марта. Кавычки открыты. «По прошествии немногих дней я отойду к моему Богу. Ты же вечно будешь горько стонать, потому что не захотел познать Бога, даровавшего тебе настоящую жизнь. Сын сатаны, брат дьявола, сообщник бесов нечестивых, превосходящий свиней своим бессловесием, бешеный пес, кровопийца, змей, алчний зверей, пожирающий омерзительное мясо в капищах». Критика, анализ и разбор, лекарство от тщеславия, ошибок. Кто не приемлет их, а на расправу скор, тот на болотной кочке явно на отшибе. Критический разбор поступков и статей, что говорим, напишем и построим, поможет избежать прорваться из сетей, стать нефальшивым, истинным героем. Но эти замечания, поправки, действительно единственны тогда, когда по Библии, не злобной удавкой, сам обличающим сознанием не балда, когда он может рассудить, увидеть, проверить по священному писанию, не оскорбить, унизить и обидеть, нотацией занудную часами, у обижающего мужество и такт, терпение, выдержка, владение языком. Пророк Нафан не замышлял теракт, к Давиду подбирался не ползком. Кто согрешил открыто непокорством, тех лицемерия упреком при гвозди. Апостол Павел, может, мал был ростом, сто крат возвышение сонмище верзил. Да, нелегко нам критика сносить, терпеть его несносные укоры. Без этих цензоров как будто легче жить, своим мирком келейно за забором. Но если обличающего глаза нет вовсе в староверческом болоте, за сотни лет ни звука и ни разу, не виноваты ни душой, ни плотью, вот это говорит, пророков нет, Духа Божий оскверненных не исправит. И Еремея не принес им свет, ни златоуста нет, ни книги правил. 4.08.2003 год. Игнатий Тихонович Лапкин.